всем привет на обзоре цифровой мультиметр 97 модель в комплекте поставки мультиметр высококачественные щупы термопара и руководство пользователя до английском языке здесь можно посмотреть основные технические параметры прибора термопара для измерения температуры и высококлассные щупы на 20 ампер достаточно добротно сделаны съемные изоляционные наконечники ну и заглушки качество материала и качество изготовления смотрим все очень аккуратно прорезиненная приятная на уши покантовка благодаря опорной ножке прибор отлично фиксируется на плоскости прекрасная работа выбора режимов селектора нет никаких случайных проскальзываний отсек для элементов питания для долговечности имеет бронзовую резьбовую вставку защитный предохранитель ну и гнездо для подключения элементов питания на 9 вольт на первом режиме измерения это режим измерения мили вольтов начинаем измерения с постоянного напряжения и в данном положении мультиметр максимум может измерять до 400 мили вольт в данном положении можно измерять переменные и постоянное напряжение режим измерения переменного напряжения 222 вольт бытовой сети максимум может измерять до 750 вольт нажимая кнопку select можем измерять частоту еще раз нажатие и можем измерять процентное соотношение кнопкой hold можем зафиксировать значение измерения удержание данной кнопки позволяет включить приятную подсветку дисплея который гаснет примерно спустя 15 секунд измерение постоянного напряжения будем начинать с этого элемента питания на 9 вольт видим все достаточно быстро измеряет измерим напряжение и от лабораторного блока питания как видно отличный результат еще одна интересная функция функция rel примеру на дисплее у нас 3 вольт напряжение нажимая кнопку обнуляем результат и теперь все измерения будут отталкиваться от этого нуля в плюс или минус тем самым можем подстраивать подбирать и так далее очень полезная функция кнопкой range можем выбирать десятые сотые и тысячные доли режим измерения сопротивления и на примере резистора 47 ом видим отличный результат измерение малого сопротивления тоже показывает неплохой результат учитывая отличное нулевое сопротивление самих шуков в режиме теста диодов будем начинать измерения с этих светодиодов отлично видим идет проседание напряжения нормально зажигает зажигает все и при этом есть на всех проседание напряжения все очень хорошо в работе с лампочками светодиодами также все отлично идет проседание и нормально зажигает это все благодаря достаточно высокому напряжению на шупах проверим проседание напряжения и на диоде тоже достаточно быстрый результат в режиме прозвонки тут все громко четко ну как видим отклик мгновенный измеряем емкость конденсаторов смотрим достаточно долго но достаточно точный результат на примере измерения желтого конденсатора здесь побыстрее и тоже неплохо в режиме измерения нанофарад смотрим очень быстрое измерение и достаточно все точно измерение пикофарад измеряется в режиме нанофарад но все нормально измеряет в режиме измерения частоты будем пользоваться вот таким генератором для начала выставляем 1 герц и как видим прибор нормально показывает поднимаем частоту до нормальной бытовой сети частоты 50 герц и для такой частоты посмотрим какая минимум амплитуды необходимая 35 мили вольт и отлично показывает 50 герц но на малой амплитуде например на 50 мили вольт прибор не может нормально измерять свыше 100 герц выставим к примеру 1000 герц и теперь потихоньку будем добавлять амплитуды и до на 60 мили вольт уже есть индикация 1000 герц частоты выставляем сразу 2 мега герц но при этом 100 мили вольт амплитуды уже опять недостаточно прибавляем чуть-чуть и теперь все нормально измеряет еще такой момент выставляем амплитуду на максимум 10 вольт и как видим поднимаем частоту прибор может фиксировать максимум что удалось это 24 мегагерц из доступных 30 это возможно особенность из-за использования аккумуляторного элемента питания температуру будем измерять в более практикуемой в россии режиме измерения в градусах цельсия 23 градуса эта температура снимается со встроенного термодатчика при подключении термопары можем видеть быструю скорость нагрева и в том числе быструю скорость остывания в режиме измерения малых микротоков обязательно устанавливаем шуб соответствующие гнездо 400 900 в данном режиме все нормально измеряет в режиме измерения миллиамперов здесь можем наблюдать потолок измерения это максимум до 400 миллиампер в режиме коммутации силовой части в данном положении прибор может измерять максимум до 10 ампер но измерение идет все нормально и крайнее положение выключение прибора теперь такой небольшой тест попробуем на каком напряжении прибор начинает работать 1,5 вольт прибор естественно не включается но видим есть малые токи на 3 вольта прибор нормально включается при этом есть значок низкого заряда это не удивительно так как для нормальной работы потребуется напряжение в 9 вольт а на 9 вольт уже смотрим 2 миллиампер тока потребления это не сказать что много но такой приемлемый результат теперь посмотрим потребляет ли ток прибор выключенном состоянии все отлично нет тока потребления все нули посмотрим в режиме микроамперов тут тоже все нули все отлично и по просьбе подписчиков на этот раз проверим потребление тока в автоматически выключенном состоянии прибор ушел в сон смотрим при этом токи остаются токи потребления для более точного результата переключаемся в микроамперы и как видим почти 5 микроампер тока потребления фоновом режиме так что не забывайте выключать свои приборы и всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр